Жара 30 градусов в тени, а ученые считают, что человеческая цивилизация зародилась в Африке, там, где такая температура вполне привычна. Значит ли это, что беременная женщина приспособлена к жаре с древних времен? С одной стороны, солнце способствует выработке витамина D, который предотвратит развитие рахита у малыша и укрепит его иммунную систему. Но все, как говорится, хорошо в меру. Если не соблюдать определенные правила, вместо пользы мы можем получить массу нежелательных явлений. Ту же головную боль. Во время такой высокой температуры оптимальное время для прогулок – это утро часов до 12 и после 6 вечера. Оптимально соблюдать водный режим. То есть женщина должна выпивать раза в полтора больше, чем всегда. Лучше всего это свежая вода, минеральная, негазированная, ни соки, ни компоты. Натуральная простая свежая вода. На литр точно больше, чем в комфортное время года. Нынешнее лето выдалось слишком жарким, поэтому солнышко даже в позволительное время должно служить вуалью, то есть не нужно находиться под прямыми солнечными лучами. Сейчас на улице очень жарко. Как пережить жару? Если это солнце, то это закрытый купальник обязательно. Это может быть парео, это шляпа или панама, солнцезащитные очки. Солнцезащитные крема также показаны беременным женщинам. Длительные солнечные ванны, особенно в дневное время, даже взрослого человека могут привести к перегреванию. А каково будет малышу в животике? Итак, если на пляже, то в купальнике и под зонтиком. Если прогулки, то в одежде из натуральных тонких тканей и, возможно, даже с длинным рукавом. В период беременности у женщин могут появляться пигментные пятна или аллергия на солнечные лучи. Не забывайте про головной убор. И хорошо пить прохладную воду, она помогает от перегрева.